Инфраструктура Российской Федерации. Наша задача эту партию выровнять, поэтому, собственно, в отборе принимают участие вот эти вот шесть федеральных округов, плюс, естественно, те 10 регионов, те 20, извиняюсь, регионов, которые у нас по действующей системе работают. Вот. Это также очень частый был вопрос, почему, собственно, у нас вообще не вся Россия. Вот, коллеги, собственно, именно по этому. Потому что потребность, опять же, она распределена неравномерно. Я реально не знаю, как ты говоришь. Так, коллеги, прошу выключить микрофон от всех, кто не выступает, потому что довольно сложно параллельно говорить. Итак, давайте поговорим о составе теперь заявки. Первое – это сама заявка, которая у нас подписывается либо главой региона, либо замглавой региона. Вот. Но это может быть также, например, представитель правительства в отдельных случаях. Почему это нужно? Потому что нам важно, чтобы на уровне региона было 100% принято решение о реализации тех или иных проектов и о плане реализации тех или иных проектов. Для этого в рамках, например, основного отбора региона проводится собственный отбор на подачу заявок по тем или иным проектам. То есть тут все должно быть легитимно, все должно быть прозрачно, потому что в будущем, когда контрольные проверяющие органы придут, собственно, первый вопрос, который они вам зададут, почему выбран этот проект на его подачу на уровень федерации, на поддержку. То есть тут важно себе пометить, что при основном отборе это важно. Сейчас, понятное дело, то есть у нас мы просто анализируем ваши заявки, то есть мы тут не говорим именно о решении финансирования, поэтому сейчас этот отбор может не проводиться. Да, и можно подать, собственно, больше гораздо проектов, которые у вас в регионе есть на примете, да, или есть у тех или иных инвесторов какой-то запрос на создание того или иного объекта. Но в рамках основного отбора прошу, собственно, сделать акцент для себя на том, что отбор должен быть официальным, да, и прозрачным. Вот, что у нас должно быть в составе заявки? Сама заявка – это письмо, как я и говорил. Там у нас описываются обязанности по обеспечению функционирования целевого назначения объекта, который создается в течение 10 лет с момента его создания. Под моментом создания мы с вами подразумеваем момент ввода в эксплуатацию. Вот, не с момента получения денег, не с момента начала строительства, а именно с даты ввода в эксплуатацию. То есть в течение 10 лет мы с вами проверяем и в соответствии парка заявленным характеристикам Минэкономразвития проводят периодические проверки, да, мы, собственно, собираем все документы, вплоть до, собственно, счетов, вплоть до всех подробных графиков, фотографий, кадровостроевых выписок и так далее и тому подобное. То есть нам важно, да, коллеги, чтобы механизм работал так, как он задуман. И также в заявке у нас описывается обязательство, да, по своевременному вводу объекта в эксплуатацию, вот, и работе в соответствии с графиком строительства, который также в будущем будет приложен к заявке. Как я сказал, подписывается главой или замглавы региона, вот, и он, эта заявка по факту является справедливым письмом к другим документам. Очень много было вопросов, а какая форма заявки, очень много было вопросов, а похоже ли это на заявку, которая там на предоставлении субсидий. Ответ нет, да, то есть это просто справедливое письмо с определенными, так сказать, абзацами, которые говорят о намерении и о готовности реализовать тот иной проект. Также сейчас в рамках предварительного отбора мы с вами знаем, что есть необходимость предварительного заключения соглашения с резидентами. Я об этом скажу чуть позже, но если кратко скажу лишь о том, что если такого предварительного предварительных соглашений нет, то важно в письме, в заявке также написать, что ведется работа с резидентами, желательно поименовать их конкретно, с какими резидентами ведется работа и какие направления их деятельности планируются. То есть понятно, что сейчас, учитывая, что нет финансирования, вряд ли будет большой спрос и готовность у резидентов подписывать предварительные соглашения, но указать о том, что работа ведется, важно, потому что, опять же, нам это показывает то, что со стороны региона, внутри региона, со стороны инвесторов есть интерес на реализацию этого объекта. Дальше, бизнес-план. Бизнес-план, собственно, создание и развитие парка, он должен иметь в себе некоторое количество, скажем так, буллетов. Во-первых, это, естественно, определение целей и задачи, целесообразность при посылке реализации, и это все должно быть, экономически, коллеги, обосновано. Определение спроса на услуги, обоснования основных показателей деятельности, в том числе участка, объектов и так далее. Анализ потребностей резидентов, как я и говорил, также нужно показать, что у нас есть довольно стабильный и большой спрос по резидентам, чтобы парки, развиваемые вами, не стояли непосредственно пустые. Опять же, нужно описать источники финансирования и подробнее раскрыть уже финансовую модель, описать оценку возможных рисков. Обычно это вопросы кадастрового учета. Также частой проблемой после его сроков является, например, срок либо экспертизы государственной, либо срок тех присоединения объекта к сетям, потому что это тоже обычно влечет за собой затягивание сроков. То есть тут очень важно выбирать подрядчика, очень важно этот вопрос контролировать на всех этапах, потому что бывает такое, что из-за этого сроки воздвигаются. Также в бизнес-плане необходимо описать направление расходования средств субсидий, да и не только субсидий, но и вообще всех средств, бюджетных источников и региональных источников. Это также является важным моментом. Ну и условия этапа опережающего размещения резидентов. Тут тоже важно описать, как вы себе это видите. При отборе резидентов также должен быть определен порядок отбора на уровне региона, на уровне управляющей компании. То есть резиденты должны, естественно, быть субъектами малого и среднего предпринимательства. Мы тут не говорим ни о ком другом. То есть нет такого, что если вы, например, выполнили план по резидентам, которые вы поставили, условно пять резидентам, их разместили на каком-то участке, то потом вы можете, например, позволить ставить туда крупный бизнес. Ответ нет, не можете. То есть в течение 10 лет ваша обязанность размещать на территории парка, созданного только лишь субъектов малого и среднего предпринимательства. Это контролируется жестко. Эти вопросы очень часто задают счетная палата и генеральная прокуратура, когда приходят с проверкой в регионы. И тут, опять же, надо не только показать факт того, что у вас только субъекты МСП, но также еще обосновать причину, почему те или иные резиденты у вас размещаются. То есть, естественно, нужно исключить все факты какой-либо аффилированности. То есть мы об этом даже не говорим. Это само собой разумеется, что тут это табу абсолютно. То есть должен быть абсолютно прозрачный механизм привлечения резидентов. Это может быть либо реклама, либо работа на площадках центра для мой бизнес, либо какие-то, например, региональные информирования, то есть на уровне региона. И какой-то отбор, если, собственно, у вас высокий спрос по размещению потенциальных резидентов, то есть тоже нужно описать эту модель. То есть рекомендации по тому, какие способы отбора у нас, например, нет. Это все решается на уровне региона. Мастер-план. Мастер-план также очень важный момент, собственно, что мы хотим видеть. И что важно видеть нашим экспертам, которые оценивают впоследствии заявки. Вот тут представлен проект «Премьер». Мастер-план – это, значит, очень важный момент. Почему? То есть важно понимание региона, важно понимание управляющей компанией по зонированию территории, по зонированию помещений, которые планируются создавать. Во-первых, да, то есть должна быть описана полностью территория. Какое присоединение, где проходят линии коммуникаций, какие границы участка, как планируется разделять участок, да, то есть у нас, например, индустриальный парк с вами может быть комбинированного типа, то есть в каких-то случаях у нас помещения даются резидентам, в каких-то случаях, например, у нас даются резидентам участки, да, под застройку, да, то есть у нас есть много примеров, например, это промышленные парки, где там строятся теплицы, вот, и дальше развивается аграрное производство, да, то есть необходимо при подаче заявки максимальное понимание, как будет использоваться площадь, где будут административные знания, где будут коммуникации проведены, вот, и, естественно, тут надо провести большую работу, да, то есть тут эта скандачка, естественно, не делается, вот, желательно, если у вас есть уже понимание по резидентам, опять же, на карте, да, на схеме описать, где будут находиться те или иные резиденты, вот, это также важный момент, почему, потому что это сразу позволяет понять вообще их распределение, позволяет понять доступ, да, их к общей инфраструктуре, к дорогам, например, да, к сетям подключения, вот, то есть нашим экспертам это важно для анализа. Пример, вот, приложение документации, которое дается к мастер-плану, вот, в левой части экрана приведен, это не догма, это не обязательно именно так, да, ну, вот, это, в принципе, пример неплохой заявки от региона, и, собственно, вы можете тоже руководствоваться в том числе, но тут, повторюсь, еще важно уделить большое внимание, например, распределению резидентов, да, то есть это важно показать. По поводу участка, участок может быть, собственно, тут на усмотрение региона он выбирается, участок, участка есть определенный, есть требования по размеру участка, но при этом участок, например, может стоять из одного или более, например, участков, да, просто граничащими друг рядом с другом, да, то есть тут нет никаких проблем с этим, естественно, это должно быть все в управлении, там, одной компанией, да, он может ограничить с, на территории, он может ограничить с территориями, там, социально-экономического развития, там, территория опережающего развития, вот, и находиться внутри нее, то есть тут, как бы, проблем тоже больших нету, вот, главное, что, ну, этот участок, с точки зрения своего зонирования, должен быть управляющей компанией региона абсолютно понятен, да, как им пользоваться. Так, пойдем дальше. Финансовая модель. Финансовая модель, коллеги, я на ней подробно останавливаться не буду, она ее, прям, пример приложен к заявке к письму, если этого нет, то я попрошу потом просто написать адреса почты, мы пришлем тем коллегам, у кого нет этой финансовой модели, у нас совместно с экспертами она подготовлена, она практически универсальна, есть моменты, да, которые, собственно, можно доуточнить в зависимости от вашего проекта, вот, но желательно, конечно, пользоваться вот этой вот моделью, потому что с точки зрения даже проверки в будущем, конечно, удобнее, когда у нас с вами минифицированный подход к этому всему, вот. Финансовая модель довольно большая, поэтому, естественно, она должна заполняться там инвестором, должна в будущем им утверждаться, чтобы мы с вами каждую цифру могли подтвердить и быть в ней уверены. Вот, и, собственно, другие документы, которые у нас в составе письма о предварительном отборе, это пояснительная записка. Пояснительная записка у нас, в общем-то, это краткое описание всего того, что я говорил до этого, да, то есть это описание проекта, описание его целей, описание основных показателей, описание структуры, описание основных объектов, да, его, ну, вообще цели и задачи, да, и понимание о финансировании. Часть о финансировании внебюджетного еще хотел бы добавить, оно может быть как, например, из средств управляющей компании, так, например, могут быть заемные средства, да, это также у нас, собственно, считается внебюджетными источниками. Вот, значит, по поводу предварительного соглашения я сказал, что у нас это желательно, да, но на данный момент мы понимаем, что это не для всех реализуемо, поэтому, коллеги, естественно, вы можете просто в пояснительной записке, в тексте письма, да, описать, с кем идете работу, какое планируется количество этих резидентов, оно должно быть, естественно, у нас все показатели разбиваются на 10 лет, да, то есть вот на весь этот период ваших обязательств по работе проекта, вот, поэтому показатели у нас основные, их два, да, это количество резидентов субъектов МСП и количество и объем небюджетных инвестиций субъектов малого и среднего предпринимательства. Если управляющая компания у нас является субъектом малого и среднего предпринимательства, собственно, мы также можем учитывать в этих периодах, да, и их инвестиции. Вот, ну, собственно, если не является, тогда у нас только резидент. То есть это вот основные показатели, которые мы смотрим, но также мы не забываем о количестве созданных рабочих мест, да, мы часто Андрею Ремовичу Белорусову докладываем, на совокупная выручка также важна, вот, и налоговое отчисление. Нам важно с вами, коллеги, также считать бюджетные мультипликаторы, вот, и, собственно, вот эти показатели также просьба заполнять при подаче заявки. Вот, ну, собственно, вот данная степень влияния на показатели национального проекта по прилагаемому образцу, прилагаемый образец, вот, собственно, я вам примеры формы скинул, пока он отображен на слайде, он также приложен к письму, которое направлено во все регионы, которые я озвучил выше. Как считается у нас вообще оценка происходит, оценка проектов? Во-первых, важно, да, сказать, что оценивает эта экспертная группа, да, то есть у многих мнение, что это делает МинЭК, нет, это делает не МинЭК, делает, точнее, не только МинЭК, у нас удержанная экспертная группа, например, МинЭК, где составим большое количество экспертов, которые смотрят каждую заявку, и вот согласно показателям, которые вы здесь видите, оценивают каждую заявку, и потом происходит итоговое ранжирование всех проектов, и, собственно, первая десятка, да, первая двадцатка, вот, в зависимости, опять же, там, вот объема средств, вот, одобренного финансирования на текущий год, да, то есть у нас первые проекты, собственно, проходят на отбор, если какие-то проекты не прошли, то, условно, в порядке живой очереди, если какой-то из регионов или из проектов, например, отказался от реализации, то очередь переходит к следующему, вот так вот работает наше ранжирование. Вот, сейчас это ранжирование экспертной группы будет проводиться в целях помощи, да, регионам в подаче будущих основных заявок, да, то есть все те, кто до 4 сентября у нас подадут заявки с полным пакетом документов, да, которые я озвучил выше, да, мы их отдаем в экспертную группу, экспертная группа их оценивает, мы дадим коллеге вам рекомендации по тому, что доработать и как доработать, чтобы уже при основном отборе, да, если решение будет управление и распространение этой меры на другие регионы принято, вам уже было гораздо легче подать заявку, потому что, конечно, это этап довольно сложный и комплексный, и мы с вами понимаем, что это тратится много времени, поэтому предварительный отбор, собственно, сделан для того, чтобы вам эту модель в будущем упростить. Вот. Те, кто не успевает, коллеги, да, то есть в любом случае, прошу пометить, что мы до 4 сентября с вами, если мы не успеваем подготовить пакет документов, которые я озвучил, мы пишем в промежуток, что в проработке находится какой-то проект, такая это его общая сумма, да, и что документы будут присланы несколько позднее, но тут важно, да, что несколько позднее, это не октябрь, не ноябрь, это середина сентября максимум. В ином случае заявки, ну, вы можете присылать, но они экспертной группой рассматриваться не будут, вот, потому что сроки прошли, письмо по, значит, работе по отбору, срок был 3 месяца, да, то есть мы в июне отправили, если не ошибаюсь, письмо по отбору, если не раньше, вот, поэтому время было, и тут, к сожалению, мы вот ждать больше не сможем, потому что время на оценку тоже требуется довольно значительное. А теперь в заключении скажу о некотором количестве факторов. Коллеги, прошу выключить микрофон всех, потому что неудобно говорить параллельно. Расскажу о некотором количестве факторов, которые, собственно, говорят о будущем успехе проекта, да, то есть, естественно, нам нужно, чтобы управляющая компания была опытная, да, то есть она может быть как юридическая, как и частная, и государственная, вот, но тут важно, чтобы у компании был опыт реализации похожих проектов. Значит, также, как я и говорил, целенаправленный отбор резидентов, очень важно создание дополнительных льготных условий по привлечению резидентов, да, чтобы им было бы интереснее с вами взаимодействовать и работать, вот. Необходимо также управляющая компания обеспечивать взаимодействие с другими организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, вот, и также необходимо быть на постоянной связи с региональными органами власти, о региональном органах власти, собственно, быть на связи с нами. Мы для всех открыты, мы стараемся помогать, мы проводим постоянные совещания с регионами, вот, где, собственно, контролируем, опрашиваем и работаем по совместным, по каждому проекту и стараемся коллегам из регионов помогать. Коллеги, все на этом. Если есть вопросы, давайте я на несколько отвечу, вот, остальные тогда мы, наверное, соберем и уже в письменном виде всем отвечу.